Друзья, привет! И вот мы снова с вами в Дубае. Вкусно покушали. Надеюсь, видео уже смотрели, поставили лайки. Сейчас мы проходим это метро Саля Хальдин. Давайте вперед пропускаем. И мы идем искать наш отель. Знаете, что я боюсь, что Наташа меня прибьет. Потому что отель мы выбирали уже в самый последний момент. И то, что оставалось, было не очень хорошо или очень дорого, или хорошо, но далеко от метро. Ну, вы же знаете, что нужно подобрать отель, чтобы была и развязка транспортная, хорошая, чтобы на такси не тратиться. Ну, и чтобы рядом были какие-то магазины, кафе, купить воду, покушать. Но это необходимо. Так что мы это бы... Потому что мы выбирали-выбирали отель, и оценка этого отеля 7,6. Но он более-менее нормальный. И Наташа все равно говорит, что он старый. Для нас он с вами новый, мы там никогда не были. В этом районе мы уже были. Но отель вроде как мебель старовато, ты говорила. Нет, но не про то я тебя говорила. Значит, Наташа меня не прибьет сегодня. Мы поднимемся, поднимемся. Я говорила, мы поднимемся. Ну, вы же помните, наш отель в Кении. Выбирали-выбирали, выбрали классный, десяток. В Кении не на сафари, а на пляже. А получили какой-то ужас. Ну, это, конечно, 7,6 оценка в Букинге, ну так себе. И все равно, ну, пока мы недовольны выбором, потому что пока, ну, мне кажется, он такой себе. Ну, варианта нет. У нас образовалась свободная неделя. И провести ее в Дубае из Иляйна, это, ну, это классно, чем в Иляне сидеть. Вот, кстати, уже подходим к Рифмол. И где-то здесь занырнуть в улочке или пройти дальше. И нормально завернуть, и будет наш отель. Но не вблизи. Где-то минут 8 идти. А с нашими всеми тележками... Ну, наверное, надеюсь, не 18. Я вот с сумкой, рюкзак сзади тяжелый с ноутбуком. В общем, идти, наверное, прилично. А еще вы сейчас понимаете, сейчас 2 часа дня, точнее 2.19. Вот. И мы сейчас идем, ищем отель, и очень жарко. Когда мы ехали, автобус показывал плюс 40 за окном, а это было 10 утра. Доехали, покушали. В общем, все удобно. Молы рядом, какие-то кафешки рядом, должны быть и Лулу тоже рядом. Так что где-то вот здесь сейчас нужно нам заворачивать, и уже будет наш отель. Вот, заворачиваем нейромагазин. Целая куча карточек валяется с женщинами, которым звонить не следует. Особенно, если вы турист, да. И где-то вот там вот наш отель уже. Ну, вот, завернули уже, будто не Дубай, да. Смотрите, здесь летают самолеты. Прикольно так, да? Ох, оттуда уже прошли. Сейчас завернули, как Даша говорит, авеню такое. Вот. Но это не Врослав, гномиков не будет. Надеюсь, будет отель. Отель хороший. Индопакистанская авеню. Да, мы знаем, что район тут живут индусты и пакистанцы. Поэтому здесь отельчик более-менее. Ну, как недорогой? Нет. 1300 за 4 ночи. Сейчас ничего дешевого, я скажу. Да, в Дубае сейчас нет ничего дешевого. Ну, мы с вами идем вперед. Наши вещи с нами, вы с нами. Спасибо за лайки и комменты. Пошли искать отель дальше. Пошли лайки, ставьте вам лайк. Ну, что, райончик, куча магазинов, кафешек. Ну, такой обустроенный. Типа облагородили. Не поймем только, где отель. Так все классно. По-моему, он закрылся. Даша говорит, что отель закрылся? Какая-то постройка идет. Даша говорит, наш отель. Ну, по картинке вот такой похожий был. Но это тут нет никакого этого названия. Вот так всегда забронируем отель. Wi-Fi нет. И потом ищем его. Wi-Fi фиговую тучу времени. Как обычно, потерялись в Дубае. Ну, честно, это не первый раз уже. Это вот идем. Куча магазинов, ресторанов, мужиков. Самолетики летают. Fly Dubai. Блин, не можем отель найти. Вот и скриншотики с гуглом. Подвы подверты непонятные. Алка уже заглядывает. Где-то УЛУ здесь должен быть. Она спрашивает, где УЛУ, значит. Короче, я не знаю, где отель. Написала я туда, что приедем в два. Уже почти три. Нифига пока найти не можем. Я надеюсь, сейчас найдем. Потому что вообще будет, ну, неприкольно. Вон, чувак так ведет в юбчонке. В такой, ну, не в юбчонке, а как ткань замотана. Ну, типа, мы в Индии. Ну, в принципе, мы сейчас в Индии. Все, народ, пару секунд и нашли. Вот он, City Avenue Hotel. Вот он. Все, нашли спокойненько. Все, без лишних движений. Все хорошо. Заходим. Ну, райончик, конечно, ну, как... Ну, там, один мужчина написал комментарий про другой отель. Все неплохо. Но когда я посмотрел на людей... Господи, как же я продешевел. Переэкономил, он сказал. Переэкономил. Ну, слушайте, для меня район нормальный. Ну, тут много кафе, магазинов, да, тут, как бы, Индопакистанский район. Ну, что мы хотели? Жить с арабами? Это, я не знаю, это... Дорогой отель бронировать надо. Вон, остановка есть. Все есть. Вот, мужик встречает на лестнице красивый. Все, заходим, Наташа. Вперед. Заходим в отель. О, самолеты летают. Молимся, чтобы меня Наташа не прибила. Потому что отель... Ну, мы знали, что так будет, но... Вот самый вариант, который мы могли выбрать. Hello. Привет. Ой, какие кресла далматинцы. Наверное, завтрак проходит. Рецепшн. Вот и рецепшн. Сейчас будем регистрироваться. Вот, конечно же, портреты президента висят. Все, пошли на регистрацию. Так, друзья, ну что, хотим сначала посмотреть номер. Нам дают на первом этаже. Наташа не нравится. 122-й. Он говорит, она 4-й. И седам шумно будет. От чего шумно? От самолетов. Ну, там секьюрити идет показать номер. Так, какой-то умный дом, чешу. Какие-то билеты. Тач. Тач дела. Ага, так. Так, включаем. Ну, пока выходит вот сюда. Так, сейчас посмотрим, быстро покажем. А, так нормально. Маленькая комнатка. Да, можно оставаться. Просто это не первый этаж, второй этаж на самом деле. Я вот не поняла сразу. Ну да, это даже не... Вот, вообще, ну нормально так. Так и все, да. Сейчас вернемся, вам нормально его покажем. Пойдем заберем вещи. Такое, коротко показали. Все, да, классный. Классный. Ну, писали в коме так, что старый. Поэтому, ладно, берем. Все, сейчас вернемся, введем все данные и покажем вам. Все, народ, зарегистрировались. Берут депозит 27 долларов. Берут депозит 100 дирхам. А, писали, что типа 200 дирхам берут. Взяли 100 и при выезде и должны его отдать. Все, заходим, пошли в нашу комнату. Вам еще полностью покажем его. Ну, как сказала... А, карточку даю. А, карточку? Ну, да. Даю карточку. Как сказала Наташа, уже типа уровень, что берут депозит здесь. Странно, да, если что-то случится, сразу же... Ну, нормальных отелей везет не было. Ну, нормальных не берут, в принципе, да. Уже в очень многих нормальных и не проверяют уже при выезде уже. Ничего не проверяют. Все, возвращаемся с нами на наш этаж. Он не первый, он второй. На самом деле, по-моему, он хорошо третий. Так, мальчик здесь, если что. Если что, можно будет просто, если ничего не хватает, подойти и взять. Так, сейчас идем с вами. Ну, вот такие отели есть в Дубае. Их полно просто по вот таким районам. Ну, главное, я же говорю, что я думала, что они чуть ближе к метру. Но мы шли минут 20, наверное. Во-первых, искали. Во-вторых, мы с вещами с тяжелыми шли. Так что вот это вот. Вот еще, кстати. А, вот, наверное, вон наш мальчик. Ого, так тут. Отлично. И отель? Отель абсолютно не куряешь. Тут даже на всех дверях, что нон-смокинг. Упаси боже, вы там закурите. Карточку. Не, не надо. Дай-ка я все тут уже включу. Сейчас уже будем все просматривать, конкретно вам показывать. Так. Кондиционер работает от вот такого вот девайса. И он дует уже очень сильно. Начал дуть, поэтому я его пока выключаю. Хорошо, что можно выключить, все работает. Так, ну вот тумбочка. Сейчас, наверное, включу, может, лучше будет видно. Подсветочку. Вот кровать. Такой вот номер. Так, ну вот. Значит, что есть? Мусорка. Урна. Когда урна, салфетки есть. И, значит, такие вот. Ну, прикольные штучки. Я стараюсь ничего сюда не класть. Если мы приезжаем на пару дней, чтобы потом ничего не забыть. Ободранная, ободранная. Наташа ревизор уже говорит. На что тут ревизор? Главное, что водичка. Если мне вот это хотя бы нравится. А вот кофейка, по-моему, ничего такого нету. Кстати. Может, здесь что-то засовываешь? О, ни хрена здесь нету. Что, серьезно? Да, что странно вообще. Ну, уже лап будет. Фен есть. Фен не Валера. Ну-ка, Валерий, иди сюда. Чего здесь помешу? Ну, а фен вообще непонятно какой. Где вот? О, пока все вытащил. Ничего нету. Грязь есть. Так, дальше что? Вот такой общий вид из комнаты. Так, рюкзак дайте скину. Тут клаптоп тяжелый. Офигенно просто. Так, ну и что? Вот вид на пальмы, на авеню. Вот это район Дейра, по-моему, называется. Нет, это не Дейра. Ну, просто вот Сусу такая вот. Гранат-эксклюзитор Хотел Дейра. Ну, близко к Дейре. Близко к Дейре, а к Дейре там гуляют на корабликах. Всякие экскурсии классные. Вот так, давайте то лицом посмотрим. Ну, вот душ есть. Душ вот такой вот. Обычненький, что есть здесь. Что это такое? Один шампунь. Я не думаю, что это шампунь. Нужно идти к мальчику и все, брат. Где шампунь вообще? А, подождите, я иступлю. Вон, наверное, шампунь. Вот они. Вот они, шампунь. Полотенце есть. Одно, одно. Одно здесь. Что-то мало. А, туалет. Самое главное. Унитаз с бумажкой. Так, вот что-то одно полотенце. Надо еще одно пойти взять. Наташа, что, и одно полотенце здесь. Надо еще одно взять пойти. Ну, слушайте, два и одно. Зачем? Тут все по-простому. Нет, там просто посмотри. Так, ну вот такой шкаф. Такой вот. Ну, вот такой вот вы. А почему тут вообще все плавно? У меня не понимаете. Боже, какое бодрое это, да? Для этих, для салфеток. Так, короче, пошла я сейчас еще. Один вообще полотенце. Сколько еще? Да. Наверное, одно еще полотенце надо взять. Пойду схожу и, наверное, возьму еще какие-то эти. Короче. Короче, нужно пойти еще к мальчику и взять все же только можно. Так, ну что, сходила, говорится. Кофе, чай, пыталась оттуда выковырить. Откуда и Наташа там пункт, а мы вам показали. Он где-то сейчас принесу. Свистю, блин. Вот так, вспышку тут можно выключить. И вот это, он сказал, так и должно быть стандартно, потому что весь шампунь там. Вот, не знаю, как оно будет работать. Отель такой очень бюджетный. У нас была ситуация, когда мы жили еще более в бюджетном отеле. Это было реально, о мой бог. Отель был такой, ну, долларов за 40-50. И вот мы в таком районе, где, знаете, летят часы. Мы, наверное, уже рассказывали про этот отель, но мы не снимали тогда. Где везде там Токио, Нью-Йорк, Торонто. Там было что? Руанда, Уганда. Руанда, Уганда. И вот район такой реально ходят все афро-африканцы, афро-американцы. Все темные, как Майкл Джордан, кожа, ребята. Просто вообще. О, мальчик принес. И там что самое интересное? Ночью, такие звук. Мы открываем дверь, короче, в натуре. Женщины древней профессии стоят. Там, по-моему, полицейский был. Ботник отеля, мы такие, а можно ли орать? Они такие все замолкают, извините, пожалуйста, конечно, спите. Короче, там в отеле был вообще проститутки всякие. Завтрак был, яйца и просто тостики с хлебом. По-моему, джем был, Наташа? Или что-то такое? Что-то джем. То есть ты приходил, такой... Я очень радовалась. Я рада, что хоть что-то можно поесть с утра. Такое время кофе. И мы такие приходим, и, знаете, там все-таки темные, и мы такие белые, как два пятна. И нас так все на завтра смотрят, типа, а что идти? И здесь забыли вообще. Ну, такой вот отель бывает. Мы опять пинулись туда же. Ну, не туда же, это чуть получше. Ну, посмотрим, как бы. Вон хлопцы уже собираются на... Что? На вечер уже двое едят. К вечеру все будет засижено. А, вот он, смотрите, сейчас. Так, ну ты открыла, теперь меня не так-не так не видно. А что, нет пунктов? Сейчас. Я вам увеличу. Сейчас, вот. Ой, не знаю, видно ли. Люди собрались, едят. Тут, наверное, вечером все будет. Все будет толком. А, вон там тоже едят люди. Вон, 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 вон уже. Ну да, вон люди собираются уже. Так, мы так посидеть, покушать. Ну, вот такой вот райончик, такой отель. Чего-то я как бы предлагала, Наташа недовольна. Она меня прибьет. Не, ну не прибьет. Мы вместе выбирали просто. Сажаю, что такие деньги этот не стоит. И те, которые стоят условно 500 баксов за ночь, те тоже такого не стоят. Просто сейчас, ну, такой вот из Дубаи ажиотаж. Так что, ну, посмотрим. Главное, чтобы было удобно спать, и не было ремонта, и не орали всякие люди. У нас еще был выбор, такой отель какой-то был крутой. Вроде как в прошлом. Какие-то деньги он стоил смешные. И правда было там, что там ремонт идет. Нам уже не хотелось, наверное, ремонта после нашего отеля в Кении. Мы решили его не убирать, и потом уже там его забронировали. То есть, мы это вообще брали в последний момент, и сразу же деньги сняли. Обычно я приезжаю и плачу. Тут просто сразу с моей карточки деньги сняли. Так что, но отель все равно снял быстро, чтобы мы там не перепутали и не перебронировали что-то другое. Ну, так что пишите свои лайки и ставьте свои комменты. Ну, в общем, пишите, как вам. И вообще, если в каких-то отелях в Дубае были, тоже название пишите. И в следующий раз посмотрим ваши отели. Всем пока. Наташ, пока.